Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Сейчас я сделаю немножко кондиционер потише, пока он меня не сдул, и с вами пообщаюсь. Сегодня хочу поднять такую серьезную тему, которая с одной стороны лежит на поверхности, но с другой стороны мы постоянно о ней забываем. Существуют такие моменты, когда вы начинаете заниматься бизнесом, мы всегда ищем какую-то уникальную нишу, уже неоднократно об этом говорили, потому что нам говорят о том, что мы должны быть уникальны, не похожи на других. Мы стараемся найти, что же нам продавать. Мазь для пиявок, чтобы у пиявок не было морщин, когда вы потом будете эти пиявки использовать. В общем, придумывать какие-то дурацкие совершенно услуги, никому не нужные. И сложность заключается в продаже таких услуг в том, что даже если, например, они впоследствии, знаете, как прошло 10 лет, вы говорите, я же говорила, это надо, оно появилось. Что даже если впоследствии такая услуга и появилась, она нужна, но для того, чтобы ее раскрутить, необходимы ресурсы, необходимо время, необходимы деньги, необходимы грамотные здания. И это как бы все классно, если только вы готовы ждать, только если, ну и на самом деле это выстрелит. Потому что когда мы выводим на рынок новую услугу, это как, знаете, в меню, вводишь новое блюдо. Это всегда риск. Никто никогда не знает, пойдет или не пойдет. Не все вещи могут объяснить маркетологи. Мы с людьми сами, да, почему так произошло? Это как любовь. Че она произошла, я не знаю. И вот в этом заключается сложность. Но в то же время, когда мы начинаем ходить и говорить, да, вот я сейчас занялась цветами, мы продаем цветы, становиться в ряд конкурентный, где миллион участников рынка, то, естественно, конкурировать таким образом сложно. И получается, что ты оказываешься в толпе. В чем минус толпы? Минус толпы в том, что денег мало. Всегда мало денег, неинтересный бизнес, потому что, как правило, в чем сложности, когда мало денег? Сложности даже не в том, что ты мало зарабатываешь. Это печально, но не все люди зарабатывают для денег. Сложность в том, что у тебя нет денег на нормальный маркетинг, на нормальную упаковку, на нормальный персонал, в конце концов, на нормальные места, на нормальные цветы. Короче, ни на что нет денег. Ты постоянно в бедности, сводишь концы с концами. И как же быть, если уникальной нишей заниматься достаточно проблематично, а стоять в толпе неинтересно? Мы все время забываем о главной штуке, что выигрывают те люди, которые number one. Понятно, какую гениальную мысль сказала эта девочка, сидя за рулем Порши. Номер один. Класс, молодец, Оля. На самом деле не надо сражаться, запомните ключевую мысль, не стоит сражаться со всей толпой, миллион участников, например, цветочного рынка, не надо с ними сражаться. Находите свою уникальную какую-то фишку, нишу и историю своей компании. Создавайте свой бренд в контексте чего-то своего, в контексте того, что будет отражать именно вас, в контексте своей цели, своей миссии, своей идеи, своей уникальности. Подумайте о том, как ваша компания выглядит через 3 года, через 5 лет. Это что вообще будет? Вы хотите остаться на фоне просто интернет-магазина или на фоне одного какого-то магазинчика, на котором написаны цветы. Что вы хотите, как вы себе это представляете? Не фантазируйте, не бойтесь. Поставьте какую-то большую себе такую мечту, да? Мечту, то, что, возможно, при вашей жизни не исполнится, скорее всего. То есть, представляете, масштаб какой должен быть. 5, 10, 100 магазинов – это то, что вы можете сделать. А вот, я не знаю, стать огромным мировым брендом, в котором есть тысячи магазинов по всем странам, разрастись до Макдональдса, возможно, при вашей жизни не получится или при той жизни, в которой вы сможете хотя бы все эти точки посетить. Но ставьте себе какие-то глобальные такие вещи. И в контексте этого уже распределяйте какие-то задачи, которые будут касаться на 3 месяца, на полгода, на год и так далее. Создавайте свою уникальность, какой-то свой путь. Например, если брать пинг-бар, мы задумали пинг-бар как крупнейший франчайзинговый цветочный проект по СМГ. Мы хотим, чтобы наши барчики, а именно барчики, не формата огромных дорогих магазинов, где очень большие затраты на все идет, да, где нужно содержать безумную площадь. Мы хотим, наш формат, он такой более стильный, модный, молодежный. Мы очень френдли, мы общаемся за своей аудиторией на «ты». Мы сами готовы подобрать людям то, что им необходимо на какой-то повод. Мы подбираем сейчас различную линейку товаров, классную, которую человек может смело с закрытыми глазами выбрать и добавить к букету цветов и как бы знать, что вау, тот человек, которому он это подарит, а цветы – это обычный подарок кому-то, да, тут важно понимать психологию своего клиента. Это всегда вау. Мы хотим, чтобы нас можно было купить в любом торговом центре классном, куда человек может по дороге заехать в разном районе и всегда знать, что если это пинг-бар, все супер, он может позвонить, девочки ему соберут за 10 минут то, что ему нужно, он заедет, заберет и поедет, либо ему это доставят. То есть наша позиция именно такая. Мы не позиционируем, например, себя, не сражаемся с лакшери-сегментом, хотя наши букеты очень высокого уровня, но при этом у нас не стоит задача, и вряд ли мы когда-нибудь, может быть, когда-то мы сделаем какой-то один такой бутик, какой-то лакшери в дереве, там ля-ля-ля-ля-та-па-ля, но в принципе мы туда особо и не лезем. То есть у нас формат очень европейский, очень легкий, но при этом достаточно стильный и современный, в смелых ярких красках, со смелым настроением, с таким настроением молодости, вне зависимости от того, сколько вам лет. И наша задача не конкурировать с интернет-магазинами какими-то, давая меньшую цену, мы вообще не конкурируем по цене, мы не стараемся сделать цену меньше, мы стараемся сделать наш продукт лучше, интереснее, мы стараемся и сейчас работаем над уникальными упаковками, которые будут только у нас. Мы стараемся делать так, чтобы общение с нашими людьми, с нашей компанией, оно было классным и приятным для тех, кто к нам обращается. Именно поэтому мы, я думаю, что будем в принципе одной из совсем немногих компаний, если на пальцах одной руки в СНГ можно будет пересчитать, то круто, в которой все процессы стандартизированы. Нет такого в цветочных компаниях, никто ничего не стандартизирует, никто вообще не делает никакие процессы, менеджеры понятия не имеют, что, как, кому нужно отвечать, как делать, как собирать. Каждый, знаете, пришел Флорис, сам что-то там себе собрал, что его в голову стукнуло, какая-то тетка ответила по телефону, ведь большинство людей даже не отвечают, куда вы звоните, они всегда говорят, алло, алле, вот, можете попробовать, вот, можете сказать, мне, пожалуйста, пиццу, вот, или можно мне поремонтировать машину, или я бы хотела вызвать себе женщину или мужчину для эскорта услуг. То есть мы, например, работаем в этом направлении, и здесь конкурировать с нами, ну, возможно, наверное, но просто зачем вам с кем-то конкурировать? Находите, повторюсь, находите что-то свое, такое, о чем вы сможете рассказывать, то, что вы можете вывешивать на флаг, о чем вы можете говорить в своих месседжах в соцсетях, на сайте, введите классные рассылки, я не знаю, находите те фишки, которые у вас сильные, и тогда люди будут вас, не будут вас ни с кем сравнивать, они вас будут идентифицировать, они будут знать, а, это же они, класс, супер. Мы продвигаем свой бренд, только начинаем его продвигать сейчас, именно через свои системы. Мы очень хотим, чтобы в дальнейшем, например, когда девушка или мужчина хотел подарить девушке свой бизнес, или девушка хотела бизнес, и хотела рабочий бизнес, хотела, где все работает, где, к сожалению, то, что, например, в свадебном бизнесе у меня не практикуется, очень много личного контакта надо, нельзя стандартизировать процессы, это такая, каждый раз ручная работа, ручная сборка. Как бы с букетами несколько по-другому. Букет, сам букет – это творчество, но, опять-таки, мы специально отбираем таких флористов, у которых творчество на нужном уровне. Все остальные вещи могут быть стандартизированы, и за счет этого может работать большая франчайзинговая сеть. И я очень надеюсь, что в следующем году, может быть, к концу этого года, не знаю, если нам сильно повезет, и у нас все получится так, как мы планируем, мы начнем развивать именно франчайзинг и действительно очень быстро вырастать. И в этом будет наша, наверное, самая большая уникальность, то, что нас будет много, и это много будет равно хорошему качеству. Это то, что сложнее всего на самом деле сделать. Все вы знаете, что испечь три пирожка одинаковых просто, а три тысячи пирожков в разных цехах одинаковых, одинаково классных и вкусных уже гораздо сложнее. Но благо у нас есть команда, и мы очень много вкладываем в это денег и времени, для того, чтобы у нас именно этот момент получился. В общем, ищите свои фишки, свою уникальность в этом. Делайте не так, как все остальные. Стремитесь делать лучше, потому что плохо уже обязательно кто-то сделал. Вот, собственно, мой месседж вам на сегодня. Спасибо, что смотрите на меня. Не забывайте подписываться на мой канал, если хотите быть подкованными в бизнесе и всегда пребывать в отличном настроении. Пусть у вас все получается. Пока!